Всем привет! Это LoveBlog, меня зовут Сергей Лаптев и сегодня с вами рассмотрим такую важную тему как паттерны в JavaScript. Рассмотрим мы их на примере модуля. Для начала давайте создадим файлы нашего проекта. Для этого переходим в консоль, создаем папку модуль-паттерн, переходим в эту папку, создаем в ней два файла index.html и script.js. Давайте откроем эту папочку. Открыли. Теперь импортируем ее в наш текстовый редактор. Открываем index.html, создаем простейший каркас HTML страницы, подключаем наш скрипт, открываем скрипт. Окей, все готово для работы. Для начала давайте определимся, что же такое паттерны вообще. Паттерны это такие исторически сложившиеся способы решения определенных задач. Например, как создание объекта с дополнительными свойствами, инкапсуляция, организация взаимодействия между модулями. В данном случае мы изучаем паттерн-модуль. Простейшая реализация данного паттерна будет следующая. Создаем, объявляем переменную модуль. Значение ее будет объект. У него есть свойство counter, равное нулю. Счетчик. Инкремент метод. Он нужен для того, чтобы увеличить значение нашей переменной, нашего свойства на единицу. Возвращается увеличенное значение нашего счетчика. А также будет метод resetCounter. Он нужен для того, чтобы, собственно, сбрасывать значение нашего счетчика. sCounter равное нулю. Все. Проверяем данную реализацию. Открываем консоль. Смотрим, есть ли переменный модуль. Модуль есть. Теперь давайте посмотрим, чему равен counter. 0. Модуль. Инкремент counter. 1, 2, 3, 4. Захотели сбросить значение. 0. Инкремент counter. 1, 2, 3. Чем же плоха данная реализация? А плоха она тем, что кто угодно может изменить любое свойство и любой метод данного модуля, что, соответственно, не есть хорошо. Например, можно поменять значение свойства counter, скажем, на строку. Теперь counter у нас равен строке. Давайте попробуем сделать инкремент. Not a number. Не число. В данном случае можно считать, что наш модуль перестал работать корректно. Что нужно сделать, чтобы от этого избавиться? Давайте закомментируем нашу реализацию нынешнюю и сделаем более корректный и правильный вариант модуля. Также объявляем переменную модуль. Значением ее будет результат выполнения немедленно вызываемой функции. То есть немедленно вызываемая функция. Возвращает объект. Сначала давайте определим переменную counter. Равно 0. Отлично. Возвращаем объект, у которого будет два метода. Методы будут практически схожи с теми, что мы уже писали. Поэтому просто скопируем их, раскомментируем и просто уберем значение this. Потому что в данном случае у нас counter это не свойство нашего объекта общего, это переменные. Уберем this здесь. Корректно отформатируем. Готово. Давайте проверим. Обновляем. Модуль. Теперь у нас модуль имеет всего лишь два метода, два свойства. Это increment counter и reset counter. У нас пропало просто свойство counter. Точнее оно стало приватным. Давайте посмотрим, как это все работает и работает ли вообще. Модуль. Increment counter. 1, 2, 3, 4. Отлично. Работает. Модуль reset counter. 0. Increment. 1, 2, 3. Изменилось то, что теперь мы не имеем прямого доступа к переменной, к свойству counter. Undefined. Не найдено. В данном случае переменная counter является как бы приватной. То есть к ней нельзя получить доступ извне, но данные методы могут иметь к ней доступ. Чтобы получить значение counter, например, можно сделать еще один метод. Назовем его getCounter. Function. Также переменные. Возвращаем просто значение counter. Давайте проверим. Increment counter. 1, 2, 3. Теперь хотим получить просто значение. getCounter. 3. Отлично. Все работает. Теперь мы имеем вариант полностью рабочего модуля. Разумеется, у данного паттерна есть небольшие улучшения. В данном случае их два. Первый это import. Суть импорта заключается в том, что мы используем возможность немедленно вызываемой функции. Такую, как прием аргументов извне. Например, у нас есть jQuery. jQuery имеет обозначение jQuery. И библиотека underscore. Внутри нашей немедленно вызываемой функции мы можем использовать данные переменные, как, например, jq и также подчеркивание. То есть, внутри нашей переменной, нашей немедленно вызываемой функции, мы можем использовать такое обозначение, как, например, element и так далее. Ну, либо вот так. И второй вариант это export. Добавление, называемое export. Заключается его, суть в том, что мы объявляем нужную нам переменную, мы объявляем какой-то модуль, который равен пустому объекту. И теперь мы просто добавляем данному объекту наши методы. Например, это выглядит может вот так. То есть, так же делаем модуль resetCounter и модуль getCounter. И, разумеется, в итоге возвращаем сам этот объект в модуль. Что изменилось? Так, ошибочка на строке 15. Ага. Так как у нас теперь это просто переменные, нужно вставить через равно. Окей, все работает. У нас есть модуль, у него есть теперь три метода, которые работают абсолютно так же. Один, два, три, четыре. В итоге мы с вами сегодня изучили, что же такое паттерны, и посмотрели пример реализации данного паттерна под названием модуль. На сегодня все. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...